Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители этим канала Daily Europe Online. У меня в гостях Мурат Мурадов, политолог из Азербайджана. Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте, Михаил. Спасибо большое за приглашение на ваш канал. Да, вам спасибо большое за то, что пришли. Я всерьез занимаюсь проблематикой Южного Кавказа. В последнее время многих экспертов интерьера как раз с Азербайджаном, с Арменией. Правда, с политологами из Армении сложнее. Они неохотно идут почему-то ко мне на эфир. Считаю, что я заангажирован Азербайджаном. Ну, бывает иногда, правда, глаза колют. Такое тоже бывает. Кто-то, бывает, хочет, чтобы ведущий был заангажирован. То бишь, заангажирован в позиции Армении. Ну, ладно, это такое дело. Мурат, давайте с вами поговорим о формуле мира Азербайджана-Армянской. И, собственно, в какой исторической точке мы сейчас находимся. На ваш взгляд, проскочили ли мы уже все сценарии военных действий между Арменией и Азербайджаном, либо до сих пор где-то там существует сценарий, при котором все-таки Армения и Азербайджан вновь, скажем, встретятся на поле боя, но уже на той стороне поля, которое относится к Армению. Например, Зангизурь. Спасибо за вопрос, Михаил. Я думаю, что это основная тема, которая сейчас волнует всех, кто относится с судьбами Южного Кавказа, региона. Я думаю, что на данный момент ситуация, наверное, наилучшая за последние годы-два, сказал так. То есть, хотя еще, я думаю, в ноябре, то есть, вряд ли кто-то мог подумать так, но 8 декабря мы встретили очень важных событий. Это дустрановые заявления администрации на главу государства двух стран за счет обмена предприятиями, а также поддержка страны Армении заявки в Азербайджан на проведение саммита по климату КОП-29 в Паку в ноябре этого года. То есть, значение этого заявления, на самом деле, не ограничивается, скажем, его содержание. Потому что, во-первых, это первое существенное достижение. Патенции оформлены целиком и полностью на одну страну, без последников, без, скажем, третьих каналов. А во-вторых, то есть, это также первый раз, когда, скажем, страны поддерживают друг друга, кумуливая вопрос, не касающийся Карабаха. То есть, скажем, по месту КОПТ, добавлено, что Азербайджан также поддержал критературу армении и начинства в Совете Организации по климату от стран Восточной Европы. То есть, произошло такое обмена бездостями, чего мы, в принципе, не наблюдаем. На самом деле, после войны 2020 года было много надежд, что именно инициативы по таким, скажем, вопросам, не касающимся Карабаха напрямую, они могут стать прорывной точкой в мирном процессе. И, в принципе, сейчас мы увидели первую ласточку. И, как впоследствии, очень важно, что обе стороны стали более предметно говорить о Миноговоре. То есть, мы знаем, что, на самом деле, проект Миноговора уже есть. То есть, в стороны неоднократно отправляли друг другу свое мнение. В последний раз Армения отправила, скажем, свою позицию по договору, начале января, буквально не 10 лет назад, сделал МИД Армении. А также важно то, что, скажем, через пару дней, если я ошибаюсь, после тустороннего заявления, также было, скажем, полномочие комиссии по деморканскому депутатам, заговорить на обеими странами. То есть, я имею в виду полный мандат на активности, на деятельность, которую я праве делать, тоже очень важно, потому что деморканция, как мы увидели в 2022 году, это ключевой момент, как бы без нее не может быть устойчивый мир, потому что всегда есть риск какой-то случайной эскалации, которая опять может привести к логитарной обстановке, общественному направлению на правительство и так далее. Да, то есть, после выступления президента в 19-м году Алима, скажем, получал ряд критических заявлений о том, что мы одновременность отменного договора, что тролик стал более, скажем, такой резкий. Я думаю, скажем, не стоит решить, демонтировать ситуацию. То есть, в случае, в протяжении последних полутора лет мы видели, что деморкан, когда, скажем, абсолютное давление состояния Азербайджана приводило к, скажем так, постемянному принятию Армении новых реалий, и демонстративности видов договора. То есть, после событий в сентябре, многие предлагали, скажем, опять, возвращение к полуноштабной войне. Наоборот, через месяц после этого, Поксидран в Праге говорит о назначенной поддержке Азербайджана «Азербайджан с Нахичеванской областью». Да, Мурат, смотрите, опять же, есть, безусловно, желание, скажем так, подписать мирный договор, но для Азербайджана принципиален вопрос Зангизура. Причем он принципиален не только с социально-экономической точки зрения, но и с политической точки зрения, потому что, с одной стороны, он исторически соединяет Азербайджан с Нахичеванской областью. Безусловно, сейчас в Нахичеванскую область можно доехать через территорию Ирана, но тут, как я понимаю, для Азербайджана, лично для Алиева, принципиально, как он сказал, заявил вернуться в Нахичеван, ну, на автомобилях, а не на танках, да, то есть вернуться, скажем так, в Зангизур, чтобы иметь возможность как бы доступа к своему анклаву. Но Армения выступает против этого. Мотивирует, собственно, тем, что нельзя предоставлять другому государству режим одностороннего, свободного передвижения по собственной территории без какого-либо контроля, без каких-либо проверок, то есть такой мини-шенген в рамках Зангизурского коридора. Соответственно, может ли вокруг Зангизура вспыхнуть какой-то новый конфликт, да, вот какая-то новая война. И какова роль России в этой ситуации, учитывая то, что сейчас на границе Армении, ну, собственно, стоят российские пограничники. Меня, конечно, многие убеждают в том, что так и было при советской власти, когда, собственно, границы с Ираном охраняли там советские пограничники, но это было когда-то. Сейчас, ну, поскольку Армения самостоятельное государство, все-таки, мне кажется, было бы важно, чтобы Армения перешла от слов к делу, потому что, как в том анекдоте, Армения прощается с российскими пограничниками, и ФСБшниками никак попрощаться не может, они все стоят и стоят. Было бы хорошо, если бы там стояли армянские пограничники, а не российские. Таким образом, когда Армения указывает Азербайджану о том, что как бы Алиев против суверенитета Армении, возникает вопрос, где суверенитет Армении, если границы Армении охраняет третье государство. Ну, в общем, как-то так. Может ли вокруг Зангизора вспыхнуть какой-то конфликт? Совершенно верно, кстати. Подметили этот момент, я думаю, противойдет понимание логики Азербайджана в данном случае. По сравнению почти трех лет, то есть именно пункт о существовании российским и наистике часто являлся, скажем так, предлогом для армянской власти, для армянского экспертного сообщества, скорее даже для экспертного сообщества, в первую очередь, говорится о том, что Зангизорский коридор это разумеется на угрозы интересов в Армении, в советах Армении и так далее. То есть на самом деле резонно, кстати, я всегда заявлял, что в любом случае российские и армянские там есть. Мы говорим, что Азербайджан с Ивановым, которые очень ключевая граница Армении, возможно, и с Турцией, кстати, тоже. И даже в аэропорте страны, в Иванове, то есть что происходит российский ФСБ, кстати. Поэтому заявление о том, что пункт о большинстве и пространщиках РФ делает коридор, кого невозможно, то есть невозможно для Америи, то есть я думаю, это он скорее спекулятив. Конечно, я думаю, то есть в идеале, то есть обе стороны, наверное, хотели бы избежать присутствия РФ, но опять же, при всей, скажем, прозаптной риторике Пашляна, то есть мы пока не видим его реальной готовности к тем дочери. Я думаю, то есть он не понимает. И в другой ситуации, азербайджане тоже не хотели бы, скажем так, показать Пашляну, да, Пашляну какие-то радикальные атеросистские действия, потому что, если, допустим, что это может способствовать Россию на решательство в Армении, привести к власти более лаерное правительство, которые, скажем, ну, традиции пророссийские власти в Армении, они довольно-таки, скажем так, радикально строят это Тарамаска, 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 Турция и Турческая, и что, конечно, может опять завести в тупик минный процесс, который только, скажем так, встал на правильную колью. Поэтому, я думаю, азербайджане тоже не хотят принимать с того, чтобы, скажем так, не приводить лишний раз, скажем так, дополнительные виски для армянской власти на данный момент. И вообще, то есть, если брать, скажем так, мне кажется, расклад вот именно по минному процессу, мне кажется, стороны стараются как бы максимально держать процесс в тайне. И я думаю, что если, скажем так, будет, например, рамочный договор или видный договор полноценный, это будет сделано внезапно, как бы, то есть... Да, Мурат, я прошу прощения, но мы же с вами понимаем, что политики, вопреки разной конспирологии, они, как правило, вот говорят на публику, то, что они реально думают, озвучивают реально абсолютно позиции, вот как ни странно, да. Вот то, что политики заявляют перед общественным мнением, оно, как правило, является стратегией их действия. Вот Алиев, президент Алиев, вышел и вновь вспомнил про Зангизурский коридор. Если Алиев вспомнил про Зангизурский коридор и пригрозил Армении, что она будет в региональном топике, это означает, что для Алиева это вопрос принципиальный. То есть он накануне своей президентской кампании, понятно, что она так победит на выборах, но вопрос привкус победы, вопрос авторитет, потому что хорошее быстро забывается, необходимо зарабатывать какие-то новые баллы, чтобы тебя любили, а не терпели. Так вот, если Алиев говорит про Зангизур, он понимает, что эта тема очень сенситив, чувствительная для азербайджанского общества. Если азербайджанцы будут попадать на Хичван через Зангизур так, как Алиев это видит, значит, все будут говорить, вот Алиев, вот наш президент, молоток, вот он это сделал, он это пробил, он их снова нагнул и так далее. Соответственно, где же здесь возможность для кулуарного достижения договоренности, если уже выходит Алиев и говорит публично, что вот нам нужен Зангизурский коридор, хоть рвание расти. Смотрите, кто у нас гарантия, что в рамках этого двухстороннего секретарного процесса стороны уже не договорились о том, что коридор будет, и что он будет сожидать, что проехать из Азербайджана в Азербайджан, то есть я почерплю. То есть очень важно, что Баку не требует, скажем, безоговора, без обязанного проезда для всех средств, для всех грузов, а только все же из Азербайджана в Азербайджан. То есть, конечно, те грузы, которые экспортируются в Иран, или Турцию, или Грузию, и так далее, они будут досматриваться на общих основаниях. Это один договор. То есть, моя позиция представляет в том, что, так как мы уже были встретили, что соглашение 7 декабря, оно, в принципе, было абсолютно кредитинциально, то есть, до буквально последних минут, когда никто экспорта сообщества об этом не знал. То есть, такие каналы эффективные коммуникации существуют. Насчет Сан-Ингинсовского коридора, скажем, его роли для общества в Азербайджане в целом. То есть, я могу сказать, конечно, само открытие коридора, дороги, будет очень переставаться в Азербайджане как победа, безусловно, но то есть, это не тот вопрос, которому, скажем, большинство Азербайджанов будет боевать. Сейчас такого настроения нет. В принципе, абсолютное большинство опросов, то есть, около 80% в той или иной мере подтверждает, что будет скоро возвращен мир, что военные действия больше не будут. Мурат, я прошу прощения, я просто посмотрите, у меня очень много зрителей из Азербайджана, то есть, по моей статистике, зрителей Азербайджана это, скажем, 25% моей аудитории, достаточно много. То есть, условно говоря, я могу судить, делать выборку из 10 тысяч, 12 тысяч зрителей Азербайджана, это такая немаленькая цифра, в принципе. И, скажем, я, читая настроение, понимаю, что настроение среди азербайджанцев, жителей Азербайджана, граждан Азербайджана, точно такие же, как среди граждан Украины. Граждане Украины, безусловно, они устают от войны, но если завтра им сказать, что вот Украина деоккупировала Крым, например, то все будут радоваться, ликовать, потому что это работает национальной гордостью. Соответственно, то же самое касается граждан Азербайджана, которые, ну, скажем, если им завтра сказать, что есть перспектива какой-то небольшой локальной войны в результате, который там, но Азербайджан занимает Зангизур, либо мирным путем занимает Зангизур, так как, скажем так, хочет азербайджанский народ. Азербайджанцы не будут против этого. Более того, они в своих комментариях, они очень вынстованы. То есть, знаете, существует выражение, существует there are lie, them lie, существует ложь, чертова ложа статистика. Марк Фойн когда-то сказал, то есть, соцопрос это хорошо, но реально, вот на земле, видя настроение Азербайджана, все понимают, что им подавай Зангизур уже завтра. Смотрите, то есть, окей, сразу несколько моментов нужно уточнить. да, если, мирным путем будет, скажем, возможность вернуться в Зангизур, то есть, уже к какому статусу не важно. Да, конечно, никто не будет против, наоборот. Здесь именно вопрос цены. То есть, мне кажется, если разница в Украине, то есть, разница в том, что мы, на победе, что это страна, после сентября, то есть, прошлого года, мы смогли полностью установить свой интеллект, не считая нескольких деревень. То есть, есть, в принципе, мы выполнили задачу максимум практически, а, скажем, если что-то, на мере чего-то большего, без крови, это будет, конечно, хорошим бонусом. Да. Украина сейчас совсем другая ситуация, потому что украина появится освобождение своей земли, на диаккупацию. Это, скажем, то, по-моему, с которым мы были в 2020 году. Если касаться комментариев, то есть, я тоже, кстати, обратился внимание, что, скажем, среди людей, которые, активно в YouTube, на российских каналах, конечно, больше процентов людей воинственных, которые, скажем так, на словах готовы воевать, на словах, что не знаю, человек реально возьмет оружие, пойдет в бой или нет, не знаю, когда. Да, но есть такая цена, то есть, поэтому, социальные вопросы на самом деле показывают лучшие выборы, потому что там много людей, которые политикой не особо интересуются, которые не проводят время в дебатах и так далее, которые, в принципе, все равно, когда выгодят перед армянами, потому что, тоже фактор есть. в другой стране хочет выглядеть более, скажем, радикальным, более бесхотомистным в этом моменте существует. Еще один момент, значит, Алиева, если вернемся к его заявлению. Опять же, очень важно, что, скажем, альтернатива, скажем, в прошлом году, особенно до сентября, заявления, они были более неопределенные, они становились, скажем так, вместо того, что если Армения будет сотрудничество, то есть, возможно, любую всякую, то сейчас говорится прямо, что Армения будет в тупике. То есть, означает, что мы не хотим войну, потому что, кого не откроется, то есть, опять же, Армения не получит таких выгодов, они останутся в такой, неопределенной ситуации, как бы, и что они будут приглашены. То есть, прямо говорится, что, альтернатива, именно в этом, в блокаде. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube канал, финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там, революцию, если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью, там, криптопереводов, с помощью того же PayPal, в общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле, это очень удобно сделать, вот тот же самый революцию позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, потому что, к сожалению, при огромной работе канала, я не стесняюсь об этом говорить, просто ноль, донатов с вашей стороны, это удивительно, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. Вот, смотрите. И еще, то есть, да, окей, давайте, скажем, добьем этот цикл вопросов, который вы задали, я вернулся сначала про КОП, говорили про соглашение, то есть оно очень важно, потому что, как бы, с самого приведения такого события, то есть такого уровня, где расчетаются главы, да, смотрите, я, да, я, простите, я вот зачитаю, тут появился комментарий, Пашиняна, он говорит следующее, значит, Азербайджан приводит, скажем, два контраргумента на позицию армянской стороны, это говорит Пашинян, первый заключается в том, что если республика Армения не готова открыть дороги, то Азербайджан воспользуется проездом через территорию Ирана, и второй контраргумент заключается в том, почему при переходе от основной части Азербайджана и Нахичеван протяженностью 47 километров должны проходить, происходить какие-то процессы проверок. На эти аргументы мы, то есть Армения, отвечаем следующее, отвечаем одинаково, на тех же условиях, как Иран предоставляет эту дорогу Азербайджану, на тех же условиях готова предоставить ее и Армения. Если проход по территории Армении от основной части Азербайджана до Нахичевани составляет 47 километров, то через территорию Ирана у нас 49 километров. Если функции контроля приемлемы для 49 километров, то, естественно, они не могут быть неприемлемы для 47 километров, говорит Пашинян. Но вот это действительно вопрос, почему, ну скажем так, демонстративно для Азербайджана приемлемо проходить проверки в Иране, да, по факту сейчас и так, через Иран азербайджанцы попадают в Нахичевань, просто речь идет о более короткой дороге, а в случае Армении нет. Но мы понимаем, что есть с одной стороны национальные предрассудки, а с другой стороны право сильного, да, вот мы победили, тем более Зангизурская история была еще включена в этот договор 20-го года, о котором вы говорите. Ну вот аргумент армянской стороны, да, то есть в виде Армении тоже нужно сохранить лицо, да, в этой ситуации. Если Пашинян прогнется, то кто же его уважать в принципе будет. Соответственно, где здесь компромисс, на ваш взгляд, чтобы с одной стороны Алиев Завив, как бы подняв ожидания в обществе Азербайджана по Уду Зангизура, не дал заднюю, то есть показал, что он победил, и чтобы Пашинян показал, что он победил. То есть здесь, здесь вот эта win-win стратегия, а не игра с нулевой суммой. Я думаю, что для Армении в данной ситуации, скажем так, то есть возможный выигрыш будет стоять, во-первых, то есть в наличии бедного договора, где, то есть обязательства по ненападению, то, скажем, демидерализация границ, то, что может происходить только в случае такого договора, то есть таким образом страхи армянского общества могут власть. Это, конечно, приведет к росту инвестиционного венития Армении, потому что страна, которая, скажем, уже не находится по серьезным рискам начала боевых действий, она будет более отвлекательной для местных стран, естественно. Плюс последний границ с Турцией, потому что, конечно, этот фактор тоже, скажем, связан с решением проблем между Армении и Азербайджаном. То есть экономически для Армении Турция, конечно, намного более важна, чем Азербайджан. Это все понимают. Вы уверены, простите, простите, вы уверены, по-моему, Армения чудесно зарабатывает на российской агрессии в Украине, больше других стран, создает, то есть является, по сути, воротами для попадания двойного экспорта и импорта в Россию технологий. То есть Армения богатеет на фоне российской агрессии в Украине, вопреки заявлениям армянских экспертов, которые на словах поддерживают Украину. В реальности Армения богатеет на этом конфликте. Я почему об этом говорю, кстати, я не стесняюсь об этом говорить, потому что, да, я понимаю, что Азербайджан и Турция тоже в какой-то степени на этом зарабатывают, но не Азербайджан и не Турция, они не, скажем так, ну, как бы не поют ассана в Украине, то есть они занимают такую мидл-позицию, и мы понимаем, что Азербайджан и Турция есть своя геополитика. Но вот Армения, она именно постоянно как бы эксперты из Армении подчеркивают, значит, какая Россия плохая, значит, какие-то оккупанты там и прочие-прочие плохие люди. А как же так получается? С одной стороны оккупантов, с другой стороны вы просто богатеете на российских деньгах, имею в виду граждане Армении. Окей, то есть я не совсем понял, то есть вторая часть, я думаю, окей, скорее не вопрос, это просто о цех фактах, окей, не будем, наверное, даваться подробностей, мы знаем тоже про схемы по, скажем так, по ходу санкций, там, российский бизнес и так далее, про банковские тоже схемы. То есть, окей, в любом случае отстираетесь с Турцией возможно зарабатывать еще больше, это раз, то есть Армении страны не богатой в любом случае, поэтому, я думаю, это не будет, скажем так, роскоши для Армении. Во-вторых, как бы, если украина может измениться, то есть, она может кончиться, то есть, во-первых, во-вторых, например, скажем так, если ситуация пойдет по жесткому сценарию в мире, то контроль о санкции может быть ужесточен, тогда уже, скажем, Армении придется, скажем, ужаться, то есть, и сделать выбор, потому что, тоже, в этом году, я думаю, как бы, скажем так, фактор о санкции и, знаете, о санкции с Турцией в целом, это вещь долгосрочная, то есть, это то, что уже может, в целом, сделать, если политическую стратегу Армении, более сбалансированной, более гибкой, то есть, Армения будет меньше, зависит от России, и вообще-то есть парадокс, что Армения, то есть, хотя пытаясь блокировать Россию с Западом, в то же время, в силу чисто физических, географических причин, она, то есть, обязана иметь нормальную инструкцию, если она хочет это сделать, хотя, то есть, даже если, что Турция сейчас тоже имеет много противоречек, как в СССР, с США, то есть, тем не менее, это вопрос географии, вопрос экономики, это не вопрос, скажем так, демократии, спасибо большое, Мурат, за это интервью, Мурат Мурадов, политолог из Азербайджана, был сегодня с нами, Мурат, я очень надеюсь, что в будущем мы будем с вами записывать интервью и дальше, дальше исследовать вот это, вот это очень важное и противостояние между Арменией и Азербайджаном, собственно, и путь к мирному договору, то есть, такая эклектика с одной стороны противостояния, с другой стороны, путь к мирному договору этих двух стран. Спасибо большое, уважаемые зрители, до новых встреч, спасибо большое, Мурат.